Так, следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Как Ежи делал хорошую мину при плохой игре». Смотрим. Не все знают, но мы с Хованским записали несколько аудиоподкастов, которые пока что нигде не выложены. То есть я их просто сохранил, я их записывал в ОБС, когда мы с ним в скайпе общались, но я их нигде не выкладывал. Да, до сих пор, кстати. Никогда. Но я думаю, что после Нового года я их буду транслировать, эти аудиоподкасты, на официальном канале, на канале Ежи Сармат Офишал. То есть этих подкастов пока что нигде. Так что подписывайтесь на канал, кстати. И нету, и я просто их как стрим сделаю. Чтобы люди думали, знаешь, чтобы мы не поссорились с Юрой, что в старые добрые времена мы стримим, и все хорошо, обсуждаем какие-то вещи, все весело. И я буду это онлайн транслировать. То есть, соответственно, люди многие могут решить в чате, что типа, хе-хей, все хорошо, все как в старые добрые времена. Но на самом деле это просто предварительно записанные аудиоподкасты будут. Вот. Но по поводу того, сожалею я или нет, опять-таки на китокадзе, понимаешь, я немножко удивлен тем, какое количество долбоебов меня слушает. Почему? Потому что если бы люди, скажем так, внимательно, внимательно слушали наши последние несколько стримов с Хованским, то старые добрые донаты от на китокадзе. Кстати, на китокадзе он пропал не только со стримов Жмелевского, но и у меня что-то в чате его нету. Мне кажется, он на всех обиделся из-за того, что его там захуесосили. Для них, возможно, не стало бы сюрпризом то, что случилось, потому что, блядь, по-моему, заранее было сказано, что что произойдет, как бы, в какой момент, и что с какого-то момента стримов больше не будет, а потом через какое-то время они будут снова. Но, блядь... Да, ключевое слово через какое-то время. Поскольку большинство людей невнимательные долбоебы, без чувства юмора, то вот как-то, как-то... Ну, не знаю, я, если честно, легкое недоумение испытываю из-за этого. А как Бра относится к тому, что Сармат утверждает, Бра это Юра, видимо, что их с Юрой ссора задумано с самого начала. И типа Сармат о ней предупреждал еще в ноябре, и что у Сармата остались аудиозаписи из Скайпа, которые она публикует в январе, и типа ссоры никогда и не было. Ну, это очевидная ложь, публиковать... Да, это ложь. ...все что угодно, но я обиделся по-настоящему, не знаю, что там считает Ежи Сармат, что он там анонсировал. Юра, прости. Быть на тот момент, когда он анонсировал, мы и договаривались, но вообще-то, блядь, он еще в фильме должен был сниматься. Ну, кстати, да, на тот момент, когда я это анонсировал, мы об этом и договаривались. До того, как я забил на все фильмы, поэтому ничего такого мы не планировали, блядь. Кстати, зря забил на фильмы, потому что, на мой взгляд, это был бы неплохой проект. То есть, даже без моего участия это был бы хороший фильм. Это, может быть, он планировал, но если он планировал, то удачи ему с таким планированием, потому что мои чувства задеты по-настоящему. Понял? Да, не надо, не надо задевать чувства, я согласен. Следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Коронавирус уничтожил Озона». Смотрим. Озон, вопрос серьезный, ты что, по коронавирусу в Москве? Да забей, чувак, коронавирус в Москве. Никакого коронавируса в Москве нет. Знаешь, почему? Я тебе скажу, чтобы коронавируса в Москве не было, надо вот так вот взять. Ну, желательно водочку там всякую. Да, водочка дезинфицировать органы. Найс. Все швали моих критиков, моих завистников, вы думаете, что я вас не переиграю, что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Все. Это новая юстинианова чума, видите? Новый штамм вируса уничтожил Озона. Помянем. Ушла эпоха. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok